Всем привет! С вами Омбра, и сегодня мы начнем новую игру для этого канала. Мы начнем играть в Пиратов Сидемейра, старую игрушку-рытрушку. Такое приключение в духе старых фильмов с Эрлом Флинном. Сразу прошу извинений за пометки в верхней части экрана. Дело в том, что в стране моего проживания сейчас доступна только бесплатная версия программы Bandicamp. Поэтому с пометками придется и мне, и вам просто отбериться. Ну что ж, начнем. Все началось с праздничного пира. Действие игры происходит в 17 веке. И мы видим нашу семью, собственно говоря. Это наш дедок во главе стола. Дедок наш, патриарх. А наши тетя, дядя. Собственно, вот мы, мелкий шкет в углу стола. И наша красавица-сестра. Мы семья неких купцов, которые задолжали денег одному нехорошему человеку. По имени Маркиз Монтальбан. Вот он. Ага! Я ворвался в дом! И ваши жопы принадлежат теперь мне! Корабли, которые везли ценный для нас груз, были потеряны в море. И Маркиз распорядился разграбить наше имущество и обратить нас всех в рабов. Это довольно жестко. За неуплату долга. Ну, маленький мальчик имел Маркизу на это возразить, но Маркиз такой, я тебя еще запомню, щенок. Мы еще встретимся. Мы избежали печальной участия своих родных и поклялись когда-нибудь спасти свою семью и отомстить Маркизу Монтальбану за то, что он с нами сделал. Десять лет спустя уже не мальчиком, но 18-летним юношей мы отправились в Портец чтобы найти корабль, идущий в новый свет, в Америку. Попытать счастье в этой странной земле от неизведанных возможностей. Трактирщик намекает нам, что нам нужно заполнить контракт матроса. Контракт матроса это фактически наша первичная генерешка. Я думаю, что мы назовемся Иньи Гамонтое. Почему бы, собственно, и нет. Просто, чтобы мы могли потом сказать этому Маркизу Привет, меня зовут Иньи Гамонтое. Ты продал мою семью в рабство. Готовься к смерти. Как принцесса невеста. Мы будем играть на уровне сложности Головорез. Это как бы последний более-менее играбельный уровень сложности здесь, потому что Гроза Морей это уже для мазохистов. Как бы это сложнее, чем сложно. А просто сложно этого Головореза. Поскольку мы и семьи купцов, я думаю, мы кое-чего понимаем в навигации. И мы начнем игру в 1660 году. Это расцвет пиратства, полный хаос на Карибах, Испанская империя уже не та, новые колониальные державы пытаются отгрызть у Испании плаканные куски, где воюют со всеми. Как бы есть чем заняться. Ну и так как мы Индиго, мы Испанец, мы наймемся к Испанции. Мне не нравится улыбка этого капитана. И не зря она мне не нравится, потому что служба на корабле оказалась тяжкой. Он заставлял нас драить палубу и пинал нас по жопе, я даже не понял за что. То есть, типа, что я только что сделал? Я просто драил палубу. Так не трогай мой семейный медальон. Ах ты, драться? Ну ты сам напросился. В общем, бунт стукнул на корабле. Матросы решили высказать свое фе капитану. И капитан решил, что будет удачной идеей палить испугки на своем собственном корабле. Окей, чувак, твой корабль, твои правила, но, честно, ты ведешь себя странно. Может быть, и что ты мне сделаешь? А я спрыгну на палубу и дам тебе леща. Ну да, собственно, бунт увенчался успехом. Капитана отправили до ближайшей суши, а нас избрали главарем. И теперь мы вольные моряки, вольные корсары. Куда хотим, туда плывем, че хотим, то и делаем. Особенность этой игры в том, что она очень открытая. Типа, это абсолютно открытый мир. Вот, делайте, что хотите. Хотите, грабьте корабли всех подряд. Хотите, служите одной из держав. Хотите, ищите свою семью. Хотите, не ищите. Хотите, вступайте в интрижки с губернаторскими дочками. Хотите, будьте вечным сорокалетним девственником. Как бы, делайте, что вам угодно. Что ж, посмотрим, куда нас вынесли. Петра удачи. Они нас вынесли в испанскую крепость Пуэрто Кабелло. И мы, конечно, пойдем в таверну. Потому что в таверне мы получаем местные слухи, они же квесты, и набираем команду. Обратимся для начала к вот этой вот прекрасной темнокожей даме с пышными буферами. И сходу получаем первый квест. Рог Барзильяно, седьмой из самых знаменитых пиратов Карибского моря. В реальной жизни известен жесткими запоями, во время которых он устраивал беспорядки в портах. Ага, он недалеко от нас, и мы можем его победить. Характерщик делится с нами всякой интересной инфой, там, кто где что может поставить, где что можно купить. А еще в задней комнате обязательно есть вот такой таинственный странник, который предлагает нам супер дорогую вещь, на которую у нас нет денег. Бывает. Так, молодцы, мы идем бить Рока Барзильяна. Кто со мной, черти? Кто со мной? Так, ну прекрасно. Собственно, по поводу знаменитых пиратов. Чтобы стать крутым пиратом, мы должны получать славу. Это самый важный стат в этой игре. Сколько славных дел мы совершили. Для этого мы должны зарабатывать деньги, получать чины у различных держав, искать пропавших родных, мстить Маркизу, Монтальбану, в общем, много всего. А еще мы должны в идеале продвинуться в рейтинге самых известных пиратов-карибов. Вот сейчас мы на 10-м, на последнем месте. То есть мы буквально никто, и звать нас никак. А рок-бразильяна, он, как видите, аж на целом тьмом месте. Если мы его победим, мы заявим о себе. Именно это мы и сделаем. Но чтобы это сделать, нам уж, конечно, нужно набрать команду побольше. Поэтому мы сходу зайдем в еще один город, мы зайдем в Каракас. Заглянем Карабеллу, потому что там в шторме паруса немножко подбеполонным будет починят. на золотой крест у нас нет денег. Нам дают кое-какую информацию о раке-бразильяна, о том, как он существует, как он делется. Дочь губернатора, красавица. Слушай, мужик, я никто, звать меня никак. Какие, какие дочери. Так, у нас абсолютно нет денег. Вообще просто. Но скоро, я думаю, это изменится, потому что мы налетим на рока-бразильяна и заставим его заставим его заплатить за все неизвестные нам злодеяния. Так, вот, собственно, как происходит игра. Да, мы плавненько так плывем по волнам Карибского моря и время от времени заходим в различные форты, и города. то есть плаваем, нападаем иногда на кого-то и в целом осуществляем пиратскую жизнь. Так, вот он у нас порт, где рока-бразильяна тушуется. Он не так уж далеко от нас. Я думаю, что скоро мы на него благополучно наткнемся. тут я должен заметить, тут иногда есть, конечно, такие вот промежутки долгого плавания, когда ничего не происходит, а возможно, при монтаже я буду их вырезать. так, еще раз, он там у нас заседает. Matt X-Bone, то есть буквально кости кости бешеного дика называется называется гавань, где тусуется рока-бразильяна. Как бы ни были привлекательны казначейские суда в качестве цели, мы не будем сейчас с ними делать ничего, потому что нам нужно беречь силы для рока. Эй, эй, рок, иди-ка сюда. Да, ты. Ой-ой-ой. Вот у нас, собственно, началось морское сражение. И рок прям жестко по нам шмаляет, поэтому мы не будем заниматься с ним морским боем. Он явно нас превосходит в морском сражении. А вместо этого мы ренемся на абордаж с роком бразильяна и выхватим свой верный палаш. Ага, наглый щенок! Ты жалеешь, что со мной связался? Хм, берегись! с ним его. его. Ага, ты хорош, но недостаточно. есть! Ага! Да. И нам достался квартирмейстер Рока Бразильяна, который умеет поддерживать дисциплину в море Прекрасно Более того, мы получили первую добычу И можем забрать небольшой груз В том числе пополнить запасы провизии и взять немножко пряности Корабль мы его потопим, потому что он не настолько хорош, чтобы его убили Окей Ну что ж, мы получили свою долю почестей У нас первое очко славы Я думаю, что теперь нам нужно отправиться либо в английский, либо во французский порт Чтобы, так сказать, предъявить себя, что называется, лицом Я думаю, мы зайдем в... Сейчас посмотрим, куда мы зайдем, на самом деле Я думаю, что мы зайдем в Англию, потому что я люблю английских мореходов Я люблю английское все Ну, почти, ну ладно Вот как раз прям по курсу у нас порт Невис Прекрасно Туда мы и пойдем Туда мы и будем держать Как знать, возможно, нашему испанскому капитану Ингиго суждена служба на благо английской короны Почему бы нет? Если нам сейчас дадут чин, то я буду служить только Англии Чтоб, типа, у нас складывалась, ну, цельная история Потому что будет странно, если я буду, типа, служить всем подряд И везде получать чины Это как бы можно в этой игре делать, но это немножко, ну, как-то странно Поэтому, чтобы у нас прям история по красоте получилась Я буду служить кому-то одному, какой-то одной державе Так, ты мне неинтересен А между тем, к служанке пристает местный капитан гвардии Недопустим Ой, фу, какой вы противный Мистер, пойдемте выедем А! Дуэль! Ну, как дуэль? Потасовка в трактире Ага Защитим честь, неизвестные нам служанки Я его оскорбил Я сказал ему, что он, в общем, сын своей мамки Не попал Ага Надеюсь, все в порядке, миледи Какой вы смельчак В нашем городе уважает тех, кто хорошо владеет оружием С вами не пропадешь Ну, мне не очень интересно Еще штурманов Дочь губернатора Санкидса, красавица Скажите, пожалуйста Подождите-ка Санкидс, Санкидс Рядом, вот он Посмотрим на эту дочку Ну-ка, ну-ка Давайте сразу к губернатору Мой дорогой мистер Монтоя, входите Англия сейчас воюет с испанцами и с французами И за победу над роком бразильяна Нам сходу даруют звание английского капитана Первый шаг по службе сделан Я влюблен Я влюблен Все Эта девушка должна быть моей Я буду добиваться руки и, наверное, сердца этой прекрасной дамы Которую я назову... Как ее надо назвать? Арабелла Арабелла, вот Я буду добиваться сердца Арабеллы Но для этого нам нужно стать бароном Нам нужно получить дворянский титул в Англии Что ж Наш жизненный путь предельно ясен Мы будем совершать подвиги во имя женщин Я считаю, что это абсолютно правильно Потому что многие прекрасные вещи в этом мире делаются Во имя прекрасных женщин Поэтому Моя жена Катя Если ты это смотришь Я про тебя сейчас тоже говорю Ладно Сокровище Стида Бонне До 500 золотых нам предлагают Ну, сокровище Стида Бонне Это хорошая, в принципе, штука Зоначка одного из знаменитых пиратов Мне тут сообщают всякие интересные наводки о торговых судах, но я хочу, чтобы у нашего разбойника был кодекс чести. Как бы он пират, но он бывший торговец из семьи бывших купцов. Он не будет грабить мирные торговые суда, он будет грабить только тех, кто может за тебя постоять. То есть военные суда, казначейские, пиратские суда, естественно, там боевые корабли других держав, но вот мирные торговые суда купцов он грабить не будет. Зато зацените, какие тут дорогие пряности. Прекрасно наживёмся. Так, ну хорошо. Между тем у нас как-то тухловато с делами. Давайте-ка сплаваем в сторону Сан-Хуана. Или нет? Лучше сплаваем на юг. Там много испанских судов. Может быть, нам удастся наехать на какой-то из этих испанских судов и немножко послушать английский король. Это было бы очень круто, если бы мы могли так сделать. Я думаю, это то, что мы делаем. Так, мы правильно идём? Да, мы правильно. Вон они, наши фонские суда. Нет, торговые галеоны мы не грабим. Кодекс чести. Кодекс чести. Цивилов мы не трясём. Как бы... Фраеров мы не трясём. Мы трясём только тех, кто может нам ответить. Благородный разбойник Индиго. Так, вот ты, например. Ты что, ты корабль? Эй, нет, ты тоже торговый. Нет, я не хочу грабить корабли. Та-та-та-та-та-та-та-дэ. Да, ну прям, скажем, пока не очень стреляли у нас. Ладно. Зайдём в Маргариту. О! По тысячу золотых таинственный странник готов нам что-то рассказать о наших родных. В городе Картахена скрывается коварный испанец по имени Барон Раймондо, который что-то знает о нашей пропавшей сестре. Но вот это другой разговор. Так, ну чтобы одолеть Барона Раймондо, нам нужно больше людей. Это гадалки. Так, трактирщик там ничего интересного не рассказывает. О! Хлопковые паруса. Это то, что нам пригодится. Ну что ж. Поплыли трясти Раймондо. Этот мерзавец пожалеет, что участвовал в продаже моей семьи в рабство. Ганалья. Так, ну единственное, придётся отойти в голландский город Красао, потому что у нас еда кончается. По всем этим кидам. Хотя бы вот так, что-то по 4 месяца хватило. Ой, нет. А вот зато мы лучше ещё команду наберём, раз уж сошли. Корабль Пакость идёт в правь Кироса. Может, его пощипать? Тем более, Раймондо тоже к нам движется, как бы. Ну-ка. Где там этот корабль Пакость? А, нет. Вот это не он, блядь. О, точно, он. Сейчас мы их пощиплем. Ой. Ой, испанский контрабандист. Ты страшный такой, конечно. Я с тебя не могу. Выстрелил в меня аж целыми двумя пушечками. Контрабандистов мы грабим без зазрения совести. Так, извините, я говорил, что контрабандистов мы грабим без зазрения совести, потому что они контрабандисты, и в этот момент запись перервалась. Я останавливаю её. Мы одолели. Распорт Эксана. И нихрена себе ландыши. Слушайте, сколько у них ценностей. Надо взять, надо взять. Хоть сколько-нибудь. К сожалению, мы не можем взять всё, не взяв этот корабль и не... понизив скорость нашего флота, поэтому мы возьмём не всё. Но мы возьмём сколько-то. То неплохо. Ага, и мы идём в Санта-Марту. А ведь барона Раймонда. Кстати, а кто мы сейчас в рейтинге? О, мы уже девятый капитан. Мы продвигались. Мы теперь не совсем уж безвестный человек. Это военный транспорт, это нам не интересно. На военном транспорте чисто перевозят солдат. Ничего такого хорошего и важного в этом нет. Казначейский военный курьер. Вот заманчивая цель, но нам может на барона Раймонда сил тогда не хватить. А барон Раймонда — это важное дело. Барон Раймонда — это то, что нам обязательно нужно делать. А вот и он. Барон! Барон, идите туда. Я вас заждался. Господи, боже, вы посмотрите на этот корабль. Испании Пресвятой Яков. Ладно. Лен, 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 лен. Фух, на абордаж, на абордаж, господа. Злодей появляется с Койотой. Вы наконец-то нашли меня, мистер Монтольд. Сильдер, но вы пожалеете, что решили скрестить со мной клинки. Это мы посмотрим. Эх, Раймонда, Раймонда. Все. Несмотря на численный перевес противника, мы одолели барона в схватке. И он дает нам кусочек карты, где находится наша сестра. Где ее можно найти. Какую плантацию ее засунули. На, какую плантацию. О-о-о. А мы взяли неплохую добычу, Мишкин. Ну, при всей заманчивости я не буду брать его корабль, потому что этот корабль это гигантская и неповоротливая дилда. А нам нужен быстрый и красивый корабль. Давайте посмотрим судовой журнал. Насколько нами довольна наша любимая Англия? Довольно? Очень довольна. Угу. Мне кажется, нам нужно сплавать с Нкидсом. И... Чтобы пообщаться с этой прекрасной дамой. Прекрасной Арабеллой. А заодно, возможно, получить новый чин. Мы, в конце концов, совершили несколько плавных подвигов. Хорошо. Луп идет. Красивее. Так, мы там Сункидс не минуем. Нет, вроде бы. Парабелла, я лечу к тебе. К прекрасной даме, ради которой я натворю множество глупостей. Я уже прям чувствую, как эти глупости готовы быть сотворены, так сказать. Я горячий испанец. Я влюблен в эту прекрасную даму. Я горячий испанец, она холодная англичанка. Мы созданы друг для друга. Я отвечаю. Так, Сункидс, Сункидс, Сункидс. Прям по курсу. Так. Ой, а кто это? Голландский. Контрабандисты, это хорошо. Контрабандистов можно и ограбить. Ты смотри, хотя бы, куда стреляешь. Мужик, ты как-то это совсем не очень как-то. Эй. Ладно, это вообще, этот совет мне бы к самому себе неплохо применить, потому что я тоже стреляю как-то не очень. Да блин. Нет, не могу попасть в этого засранства. Ха. Так, ладно, все, на абордаж. Пофиг, на абордаж. Мимат. Мимат. Да, давайте возьмем этих ворячков. Что они нам предлагают? Пряности. Знаете, наверное, мы все-таки оставим себе этот корабль и заберем все пряности. Чтоб не пропадали. Мы сейчас зайдем в первый же порт, вот в Санкидс, и там продадим и пряности, и этот корабль. Торговцу. Издают пряности по шикарной цене. Ценности тоже неплохо идут. Докупим провидии. Спасибо, добрый человек. Так. Прекрасно. Раскидали. Корабел нам прокачал корабль. Многовато, ребят. Многовато, пока не надо. Не-не-не-не-не. Да, я теперь девятый из самых знаменитых пиратов, но вы не бойтесь. Я благородный пират. Да не хочу я устраивать тут набег индейцев. Че, больной, что ли? Добрый день, губернатор. Прекрасно. Нас призвели в майора. Мы продолжаем расти над собой. Подарили нам поместье в 50 акров. Это будет частью нашего дохода, когда мы идем на покой. Ну-ка, прекрасно. Нарабели нас не пустили, потому что много нам чести. Дабы еще поплыть. Давайте сплаваем. Сан-Маркан. Или нет? Привет, ганг. Сан-Маркан. У-ху! Сан-Карабандист! Сан-Карабандист! Я тебя вижу! Ой! Не прячься! Ага! Ой! Хе-хе! А-а-а! Ты меня убил! Ты в меня попал! Вау! А мы по тебе всем бортом. Значит, я так понимаю, сдаваться мы не захотели. Посмотри, не жалуйся потом. Я тебе предлагал, я тебе говорил сдаться, ты же не послушал меня. Да уж, отстой. Ну ладно, небольшой груз пряностей мы все равно возьмем. Чем еще удобно сражаться с контрабандистами, как бы, во-первых, они могут за себя постоять, поэтому в этом нет бесчестия, а во-вторых, за налеты на контрабандистов на нас не злятся... А, нет, злятся. Извините. Извините, я был не прав, я был уверен, что голландцы нас примут несколько радушнее, чем это случилось, оказалось. Эмм, окей. Уже могу сказать, давайте поплывем в сторону Сан-Хуана тогда, может там что-то интересное вернется. У меня есть подождение, что Сан-Хуан нас тоже ни хрена не пустит, потому что мы... там, изландские корабли тоже подкрепали. А-а-а... Слышите, как неловко получилось. И восторжение. Так, куда это вы идете? Куда? В английскую колонию Невис. Нет, вы знаете что, я вас не пущу. Попробуем наехать на этих ребят. Это очень опасно. Мы можем жестко вплять, но когда речь идет о нашей прекрасной Англии, я думаю, что мы не должны оставаться в стране. Быстрым таким налетом, на скоком просто, на храпом, на наглости чисто возьмем. Уууууу. Есть! 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 Не, ну я прошу обратить внимание, мы мизерно совершенно силой отразили испанские себе вторжения. Да, пожалуйста, больше моряков нам. Я вас очень прошу. Так, что мне подсказывает, что ни хрена нас не пустит, Санхуан? Ну да. Ну что ж, поплывем назад в наш любимый Сент-Киз. Что я еще могу на это сказать? Потому что, да, это буквально ближайший к нам порт. Это наша база. Я не буду сейчас наезжать на голландскую катарбадист. У нас 19 человек народу. Это было бы полным безумием. Поэтому мы лучше доплывем спокойно до... Лучше даже не до Санхуан, а до Невиса мы доплывем. Раз мы спасли город Невис. Вот мы туда и сплаваем. И может нам там на корабль что-то хорошее подставит? Как знать, как знать. На самом деле, иметь в этой игре небольшую команду и терять людей в боях это в каком-то смысле даже хорошо, потому что чем меньше команда, тем больше доля каждого в итоговой добыче и тем они довольнее. Типа, когда их слишком много, они злятся. О, сокровищести до Бонны. Беру. Давай сюда. Санта-Рида. И когда... Санта-Рида, это где? Санта-Рида. Санта-Рида. 43 моряка. Да, пожалуйста. Нам только с графическими хватает. Что ты мне привязалась с этими штурманами? Дамочка. Санте-Статиос. Ну понимаешь, мужик, насчет Санте-Статиоса меня туда сейчас не пустят. Меня ненавидят вся местная это... вся местная кадла, короче. Так, загоним пряности, что ли, по один глоток по шлюту? Нормально. Нормально. Ох, какая красотенька. Какая у нас шлюпочка-то наша замечательная делается. Так. Товарищ губернатор, а вы не желаете меня чем-нибудь пожаловать? Нет. Полковника мы пока не заслужили. Зато мы заслужили танец. Пусть неинтересной дочкой, пусть она внешне не очень, но пока мы не представлены еще полноценно прекрасной Арабелли, наши вечера свободны. Да и вообще, мы уже несколько месяцев провели в море среди немытых мужиков. Давайте немножко побудем в приличном обществе. В конце концов. Опа! В конце концов, я молод, красив и вообще майор. Почему бы мне не станцевать? Опа! Ха-ха-ха-ха! Губернатор такой стоит в углу зала, типа, только тронь мою дочь в неподходящих местах и я тебя до первого надену. Щенок! Нет, мой приличный молодой человек. Ты танцуй. Аккуратно, красиво. от души. Заводная музыка тут, конечно, такая. Непредизодительная, но заводная. Обратите внимание, чем больше мы как бы вскружили сердце дамы, тем ближе как бы она к нам становится, тем сложнее нам за ней успевать. Вот мы, собственно, споткнулись один раз из-за этого. Но в целом мы станцевали кажется неплохо. Сейчас посмотрим. Да, да. Точка нами в целом покорена. Так, и какая же информация у нее? Никиш Коннери обвиняется в шпионаже против Англии и скрывается в городе Тартуга. Я думаю, что схватка с этим негодяем Коннери и будет отличной кульминацией нашей первой серии. Это то, что мы сделаем. Мы поплывем на Тартугу в прибежище всех негодяев и убийц. Найдем там этого Коннери и заставим его предстать перед худом. Справедливым с ним. Как у нас интересно складывается карьера, мы стали таким, знаете, вполне себе приличным капером. То есть мы просто служащие английской короны. Отражаем нападение, отражаем вторжение, типа, делаем дела. Испанский рейдер. Куда ты идешь, испанский рейдер? Атаковать тебя, что ли? Да, давай атакуем. Знаете, я, пожалуй, попробую его потопить, потому что у рейдеров обычно добычи никакой нет, а корабль покоцанный, раненый. Я думаю, мы сможем его сейчас чисто в морском бою победить. Ух ты! Засранец! Ах ты какой! Ух ты! Не попал, не попал, не попал, не попал. Уходим, уходим из-под огня. Уходим. Блин, я мазила. Я мазила. Ага, попадание. Ну, испанцы, ответите за то, что не защитили мою семью от рабства. Вот, получается. Тоже мне. Хулиганы. Французский купец. Иди себе с миром, французский купец. Я купцов не граблю. Так, а далеко от нас Тартуга? А, не, недалеко. А, плыли. Я надеюсь, хоть французы на нас не злятся. Как там вообще Англия с Францией? Ну, воюет. Но мы как бы не топили французские корабли. Может, нас все-таки пустят в французский порт. Ну, камон, ребят. Мы же это... Мы же как бы... Ничего такого не делали. Я надеюсь, нас... Мы сможем прищучить этого шпиона Коннери за то, что он там дошпионил. Так. Мы уже совсем близко к картушке нашей. Оба-на! Это кто? А, это Стид Бонна. Ну, мы пока не будем тягаться с Стидом Бонна. Мы, может, его в другой раз возьмем. У нас сейчас корабль в их состоянии. Так, вот и Таркет уже маячит перед нами на горизонте. Так. Да, нас пустили. Это хорошо. Так, к сожалению, мы не можем ничего продать нашему Таркашу. Мы можем у него только что-то... ...провизии докупим. О! Тройные гамаки. Это то, что нам очень пригодится, чтобы больше команды выбирать, чтобы нам больше людей туда хватало. Так, сокращивайте Таркану. Конечно, я возьму. Конечно. Города Сан-Куан в районе усиления Санта-Рита. Кучит как план. Давайте возьмем. Это может быть. Наверное. О! А вот и Стит Бонна наш дорогой. Вот. На нем мы сконцентрируемся в следующий раз. Мы его возьмем. Гада. И чучер. А пока займемся шпионом Коннери. Отвалите от меня, капитан Монтоя. У меня дипломатический иммунитет. Но твой иммунитет не защищает тебя от поджопника в живот. Ай! Ага, попался. Так, когда мы ловим таких вот преступников, они предлагают нам взятки, типа ценный кожаный нагрудник, например, в данном случае. Но я честный капер. Нет, ты отправишься под суд, прятый шпион. Ну что ж, я думаю, что на этой позитивной ноте, когда мы нажили уже изрядное богатство, кружили голову одной английской даме, победили одного знаменитого пирата, и являемся уже так на минуточку восьмым самым знаменитым капитаном, мы уже обскакали вполне живого Джека Рекхма, я думаю, в следующий раз мы займемся с нашим дорогим скидом-понечкой. Только вот сохранимся. И продолжим наши приключения в следующий раз. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok